Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором каждый день всегда есть что посмотреть по танкам и как только в игре что-то появляется, обзор можно смотреть уже буквально через пару минут здесь. Поэтому если хотите ничего не пропускать, бонус-коды, открытие контейнеров, прокруты рулеток, зацен старой и новой техники и многое другое, обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео. Вам подписка на канал не стоит ровным счетом ни одной копейки, а для меня существенный вклад в развитие и безумно приятным, поэтому подпишитесь на канал, буду вам очень благодарен. Вышла рулеточка на М60, обсудим машину, покрутим рулетку, выйдем из ангара, ну и соответственно данная информация поможет вам принять взвешенное решение, крутить или не крутить рулетку, ну и соответственно вообще нужен ли вам М60. М60 машина неплохая, хорошо сбалансированное, приятное орудие, в целом можно сказать с натяжкой неплохая броня, как для своего класса техники, но обо всем этом подробней поговорим буквально через пару минут, а пока обсудим саму рулетку. В отношении шанса выпадения танка 0,005%. Вы знаете, что должна вам сказать эта цифра? Сказать вам, товарищ, ты не достанешь данную тачку на первых прокрутах, и это действительно факт. Я больше чем уверен, что машина не будет выпадать большому количеству игроков в пределах прокрутов половины данной рулетки. А половина рулетки не так уж и дорого, да, да, конечно, очень дорого. Вся рулетка включает в себя целых 30 прокрутов, и эти 30 прокрутов обойдутся вам в 37195 голды. Это безумно дорого для данной машины, даже с новым легендарным внешним видом и даже с теми контейнерами, которые туда положили. 15 прокрутов обойдутся, да, действительно не очень дорого, но опять-таки если посчитать, то получается в районе практически 10 косарей. И это неплохо, если выпадет вам десяточка, но скорее всего, как я говорил, вы ее здесь не получите. Не буду минусовать последний, предпоследний прокрут на машину, на легендарный внешний вид, потому что последние два прокрута стоят, ну, действительно очень дешево, всего лишь каких-то 700 голды. И основные ценники находятся в пределах вот до 27 уровня прокрута, и начиная где-то приблизительно как раз с 15-го. Поэтому я бы рекомендовал вам поставить себе определенную границу, за которую вы заходить не планируете, допустим, покрутить до 10-го прокрута и посмотреть, что у вас с этого получится. Если за 9 прокрутов вы получите что-то годное из рулетки, ну, тогда можно принимать решение, чтобы сделать еще несколько круточек. В отношении того, что сюда положили, все в целом довольно неплохо. Меня лично, с учетом того, что М60 у меня в ангаре есть, интересует новый легендарный внешний вид на машину. Он действительно красивый, действительно современный, и мне, честно говоря, нравится. Хотя, если говорить откровенно, то даже без вот этого легендарного внешнего вида тачка все равно смотрится неплохо, потому что базовый внешний вид у машины вот такой, и для того, чтобы именно так выглядела тачка, нет необходимости что-то себе еще дополнительное докупать из кастомухи. Поэтому, ребят, если вы заберете машину без легендарного внешнего вида, рассчитывайте на то, что прям совсем голой она не будет. Смотрится, кстати, довольно неплохо, и я бы сказал, исторично. В отношении того, что меня еще интересует, это интересуют вот эти вот ключи. Я жду запертых контейнеров на какую-то тачку, которой у меня нет, и за счет этих ключей буду себе эти контейнеры открывать. Ну, а для тех, кого не интересуют запертые контейнеры, ключи можно будет продать за золото. Также сюда положили целых три контейнера бомбических, но они будут выпадать вам по одному. То же самое касается мега-контейнеров, и целых шесть контейнеров собери их все, но опять-таки по одному контейнеру. Короче говоря, каждый прокрут будет забирать с вашей копилки золото, а давать всего лишь один конт. При том, что три контейнера собери их все, стоит полторы тысячи, бери не хочу. Песочные контейнеры меня полностью разочаровали. Да, я до сих пор мечтаю о гризли, но понимаю, что его не заберут. Да, и себестоимость контейнера, с учетом того, сколько может выпасть из этого контейнера, ну и стоимость машины, которая оттуда может упасть, абсолютно не оправдывает вот саму себестоимость, о которой я говорю. Также можно отсюда забрать три раза по два контейнера американских, и там попытаться забрать себе еще какую-нибудь американскую машину. Есть контейнер у нас с анимированным аватаром, и напишите мне в комментариях, кто радуется, когда ему выпадает контейнер с анимированным аватаром, и как часто вы меняете аватары в принципе у себя на аккаунте. Я вот, допустим, свой аватар не меняю и менять не планирую. Есть серебро и есть иксы. Вот такая вот рулетка, но и в отношении того, сколько я крутить буду, я покручу приблизительно до десятого прокрутика, посмотрю, что с этого получится. Ну а дальше буду принимать решение идти или не идти вперед, но и интереса идти до конца у меня нет абсолютно никакого. Я не маниакально депрессивный, чтобы 37 косарей голды вывалить на танк, который и так стоит у меня в ангаре. Ну что, поехали крутить, давайте будем смотреть, что с этого получится. Я уверен, что бодрого ничего получаться явно не будет. Скорее всего, соберу всякий хлам, и на этом все закончится. Бомбический контейнер. Удивила сейчас меня рулетка, но... Давай. Ну как-то так. 500 золота, талисман на бомбический контейнер. Еще 4 надо, не соберу однозначно. Но 500 голды явно окупает первый прокрут. 175 голдишки. Скорее всего, будет серебро. Либо песочные контейнеры. Опять не угадал. Слушайте, не буду тогда, наверное, предугадывать, потому что рулетка реально меня удивляет сейчас. Талисманы. По талисманам 2 не хватает, чтобы косарь получить. Было бы неплохо. Было бы неплохо вернуть 1000 золота назад в копилку. И даже если больше ничего не выпадет, то, по крайней мере, выйти в ноль и не потратить лишнее золото в никуда. Забираем. Следующий прокрут 295. Пока не сильно дорого. Можно пока поиграться. Не удивлен. Вот сейчас, вот сейчас уже не удивлен. Рано или поздно это должно было произойти. По 100 тысяч серебро может выпасть целых 3 раза. И это не сильно весело. Мега контейнер! Мамочки мои дорогие! Неужели рулетка удивит меня всеми контейнерами, которые есть в рулетке? Вот так вот. Мистический контейнер 750 золотом. Ну, неплохо получается. 750 голды и выдает контейнеры. То есть, не только один хлам, как я изначально себе представлял это. Попахивает заманухой. Попахивает прописью такой, знаете, между строк. Не останавливайся. Впереди еще много чего вкусного. Тебе еще повезет обязательно. 550 голды. Но вот сейчас дорого. Вот сейчас дорого. 550 золота за 100 тысяч кредитов. Это дороговато. 650 золотых монет. За что я сейчас отдам? Не дай мне, пожалуйста, серебро или анимированный аватар. Песочные. Ну, поехали. Самые неоправданные контейнеры в нашей игре на сегодняшний день. Почему? Потому что, как я сказал, во-первых, даже если выпадет танк, то этот танк не стоит столько, сколько вы платите за эти контейнеры. Ну, разве что прям совсем задвинутый коллекционер, такой как я, допустим, и то под большим вопросом будете ли вы довольны. Ну, а во-вторых, стоит отметить, что сертификаты из этих контейнеров выпадают с такой же вероятностью, как выпадает сертификат мистический из мистического контейнера. И я считаю, что это неправильно, потому что на песочные машины шанс выпадения в 5%, тогда когда шанс выпадения в 5% на мистический сертификат, из которого можно достать себе там какую-нибудь восьмерку или десятку, ну, согласитесь, это как-то лишено логики. Ну, ладно, как сделали, так сделали, своих 5 контов открыли. И стоит отметить, что здесь их, ребят, целых 25 штук, то есть выпасть, может, 5 раз по 5 контейнеров. 850 золота. Еще 5 песочных контейнеров. Забираем. Буду просто, буду просто скипать, потому что на этих контейнерах ничего интересного не происходит, даже если выпадет сертификат, то тоже не сказал бы, что это будет праздник души и сердца. 1150 голды. Теперь давайте посмотрим, что мы имеем. Мы дошли до 10-го прокрута, и здесь у нас, ребят, шансы на получение М60 увеличились с 0,005 до 0,009. Короче говоря, прокрутили мы с вами, грубо говоря, треть рулетки, а шансы у нас как были валяющиеся на полу, так и остаются. Контейнеры собери все 29%, с вероятностью 27% будет контейнер в песочницу, ну и в целом по большим шансам это все. Ну, разве что еще кредиты, ну, это вообще с метафорной, 19% за 100 тысяч кредитов отдать тысячу с копейками голды, это немножко перебор. Короче говоря, на этом, ребят, я останавливаюсь, и сейчас объясню почему. 1150 голды, скорее всего, принесут мне кредиты, за которые я не готов заплатить такую сумму, либо даст мне контейнер, собери их все, но я тогда лучше за 1500 куплю 3 контейнера, а не за 1150 буду покупать 1 контейнер. Если будут песочные контейнеры, опять-таки, 1150 они не стоят, однозначно. Если выпадет контейнер с аватаром анимированным, я пойду и застрелюсь где-нибудь. Не верю в то, что мне выпадет танк, уж точно не верю в то, что выпадет легендарный внешний вид. И, кстати, по поводу ключей, которые меня интересовали. Ключ от запертого контейнера 0,36%. Вероятность того, что он не выпадет, тоже находится рядом валяющийся на полу с шансами по М60. Поэтому с рулеткой я на данный момент заканчиваю. Я не сильно ушел в минус, ничего, в принципе, не получил, но показал вам, что вы получите как минимум за треть рулетки, которую прокрутите. Крутить рулетку до конца или не крутить рулетку до конца, безусловно, решать вам. Но давайте сначала обсудим, что такое М60 и действительно ли стоит вообще гоняться за данной машиной во всякого рода рулетках. Если вам эта машина выпадет из контейнера какого-нибудь, за который вы заплатите там, ну, несколько тысяч голды, допустим, тысяч пять. Окей, хорошо, классно, прикольно, интересно. Но, ребят, стоит помнить о том, что у М60 есть прямой конкурент на уровне. И эта машина называется М40... Господи... М48 Patton. Перед тем, как обсудить разницу или, точнее, сходство этих машин по ТТХ, давайте посмотрим на броню. Если вы обратите внимание на нашего героя, на М60, то у него, в принципе, что-то где-то как-то есть, да. То есть здесь есть приведенка на башне, здесь есть комбашня, которую пробить очень легко, здесь есть хорошая приведенка в верхнем бронелисте и в нижнем бронелисте вот такими вот частями исполнена броня. Несмотря на то, что бронелист полностью прямой, разница в бронировании все-таки присутствует. Но при этом всем самое крепкое место, которое здесь есть, это вот эта смайловая, так называемая, улыбочка, да. Смайловая полоса, которая имеет в себе приведенку, если вы прямо смотрите на машину, в 220 мм. Это говорит о том, что, в принципе, вас в морду шить будут, ну просто мама не горюй. По верхнему бронелисту 263 мм. Да, это существенная приведенная броня, но опять-таки это броня приведенная. А теперь давайте посмотрим на М48 Паттон. Это проходная машина, которую можно просто вкачать себе на 10 уровне в ветке исследования в дереве Соединенных Штатов. Видите, насколько машины между собой похожи? Я бы сказал, что в целом М60 это перерисованный М48 Паттон. Здесь, обратите внимание, лучшая броня во лбу башни. Да, есть комбашенка, но бронирование по лбу лучше. Приведенка здесь, в принципе, та же самая, может даже чуть-чуть лучше. В отношении морды лица верхний бронелист имеет тоже неплохую приведенную броню. Снизу меньше, безусловно, но при этом всем есть округлости, которые порой тоже дают рандомный рикошет. Поэтому сказать, что М60 действительно намного круче забронирован, нежели его аналог среди проходных машин, я лично не могу. В отношении ТТХ, если вы посмотрите внимательно, то да, действительно отличия типа есть, но давайте разберемся с этими отличиями. У проходной машины немножко выше ТПМ. Не обращаем внимания, потому что всего на 1% и разницы вы не почувствуете. По пробитию у М60 действительно лучше, 255 мм против 248 мм. Типа разница тоже есть, и может быть на некоторых соперниках вы это прочувствуете, потому что играя на М60 добавится несколько серых зон, которые вы сможете пробить, но не существенно, просто поверьте мне на слово. В отношении Альфы всего лишь на 10 единиц больше, вот этой разницы вы не почувствуете однозначно. По выстрелам в минуту, да в принципе те же самые 10 выстрелов в минуту, и в отношении времени перезарядки всего лишь на 0-2 секунды быстрее перезаряжается Паттон. То есть в целом по КД эти машины тоже абсолютно идентичны. Тот же самый калибр, тот же самый показатель по скорости полета снаряда. В отношении времени сведения немножечко бодрее. М60 сводится, но тоже не настолько прям это будет заметно в боях, когда вы будете играть. Эту разницу вы сможете почувствовать только тогда, когда тупо отыграете 10 боев на проходнике, а потом 10 боев на М60. Тогда возможно, если прям совсем сосредоточиться именно на ощущении вот этого показателя, вы почувствуете разницу. По скорости машины можно сказать одинаковые. 20 назад что там, что там, 52 вперед против 48 у Паттона. Тоже разница несущественная. Мощность двигателя у нас в пользу нашей проходной машины. То же самое касается удельной мощности в лошадиных силах на тонну. Но и в отношении доходности, как вы видите, это просто два одинаковых танка. То бишь фармить серебро на М60 будете с таким же успехом, как на проходном Паттоне. Но и самое не сильно приятное, так то, что процент по победам при практически одинаковом количестве игроков, как вы видите, 1290 игроков играли на М60 и 1157 игроков играли на М48. То есть можно сказать, что 50 на 50 разделились игроки, играя на этих машинах. При этом всем процент по победам 54 против 53 с половиной. Короче говоря, эти машины практически тупо одинаковые. И я, честно говоря, никогда не видел смысла покупать себе М60 за голду, когда он продается, если можно вкачать себе такую же тачку, которая будет давать такой же геймплей и те же самые ощущения от боев. Но это мое субъективное мнение. Если вы с ней не согласны, обязательно пишите свои комментарии. А я пока покажу вам технические характеристики машины, стоя в ангаре. Ну и, соответственно, поедем покатаемся на ней. Конечно же, в первую очередь мы обсуждаем с вами орудия. И здесь у нас показатели, о которых я говорил. 6,19 секунды время перезарядки. Будем говорить КД 6,2. С учетом того, что у меня установлен досылатель. По времени сведения у меня в двух слотах установлена оборудка, которая улучшает данный показатель. И с этими улучшениями мы имеем с вами время сведения в 2,7. Ну и в отношении нашего ДПМа целых 3400 практически единиц. И да, действительно, этот ДПМ реализуем, если вы будете играть спокойно и не будете подыхать на первых секундах боя. По бронепробитию 255 миллиметров и наносите по 350 единиц урона. Как я говорил, по орудию здесь действительно все очень приятно, все очень классно. Ну и угол склонения орудия вниз в минус 10 позволяет четенько отыгрывать от башенки где-то аккуратно на дальних расстояниях, так чтобы все-таки не выцелили мягкие зоны. Ну и добавляет комфорта игры, когда вы перемещаетесь по всякого рода неровности. Но стоит также отметить, что практически те же самые показатели по орудию, я бы сказал, с незаметной разницей, вы увидите при установке точно так же оборудования на обычном М48. Берем тачку и поехали посмотрим, на что она реально способна в обычном рандомном бою. Ну что ж, друзья, давайте будем начинать заценивать тачку. Это не обзор, это зацен. И здесь, ребят, первое, что мы всегда обсуждаем, это подвижность и маневренность тачки. По подвижности все просто супер, все классно. В отношении маневренности тоже танк оправдывает себя на все 200 в этих показателях. Нареканий каких-то вообще не вызывает. В отношении точности орудия здесь тоже все очень приятно. Очень быстро перезаряжается, очень быстро сводится. Вполне спокойно накидывает без полного сведения. В общем, приятно играть и прям действительно одно удовольствие. Поэтому и говорю, что по ТТХ к танку у меня нет вообще никаких вопросов. Он действительно классный, он действительно приятный, он действительно может быть результативным, если играть аккуратно. Он действительно может доставлять массу позитивных эмоций. И в целом машина, ну, в край хороша. Вот только есть один вопрос. А зачем платить голдой за то, что ты и так можешь получить абсолютно бесплатно, просто прокачав себе ветку в дереве Соединенных Штатов, забрав себе М48 Паттон и получить в принципе все то же самое. Да, немножечко хуже бронирование. Точнее не так. Оно просто немножко по-другому устроено в корпусе, но при этом все лучше бронирование, допустим, по башне. Если мы говорим с вами о фарме серебра, то, как вы видели, фарм там будет тот же самый. Потому что процент доходности как у проходника, так и у этой коллекционной машины тупо одинаковые. Вот и думайте после этого, а стоит ли гоняться за М60, а стоит ли действительно вкладывать голду в эту машину, если все то же самое, как я говорил, вы можете получить абсолютно бесплатно. Кому-то нравится М60 и есть ребята, которые пишут в комментариях, что все-таки М60 отличается от проходной версии. Но у меня к вам есть, ребят, просьба, если вы относитесь к таким игрокам, напишите, пожалуйста, в чем именно по-вашему данная машина отличается, безусловно, в лучшую сторону от проходной версии. Потому что я, честно говоря, этой разницы не наблюдаю абсолютно. Именно поэтому М60 никогда не был у меня в приоритете к приобретению и я, честно говоря, никогда не гонялся за этой машиной. Сейчас попробуем подъехать, попробуем помочь нашим ребятам, хотя я так понимаю, что ехать уже поздно. Сам выехал, в дыню получил. В общем, ребят, вырезать ничего не буду, ничего никогда не выбрасываю, показываю все таким, какое оно есть на самом деле. И да, если во время моего обзора, теста, называйте как хотите, бой был неуспешным, я проиграл. Я все равно не выбрасываю данное видео, потому что хочу, чтобы вы видели все таким, какое оно есть на самом деле. Хочу, чтобы вы понимали, на чем конкретно вам придется играть, если вы это себе получите из рулетки или приобретете себе в виде товара в магазине. Ну и, соответственно, чтобы вы плюс-минус примеряли геймплей на себя и понимали, как вы будете играть на данной машине. Ну и, соответственно, что вы от этой машины будете получать. Возможно, повторюсь еще раз, исключительно для тех ребят, которые захотят написать в комментариях по поводу того, что я там обгадил М60 и выставил его не в лучшем свете. Повторюсь еще раз, танк действительно хорош, у него действительно есть хорошие технические показатели и при наличии у вас умелых рук вы действительно эти технические показатели сможете реализовывать, получать удовольствие от боев и сказать, что в М60 меня остро что-то не устраивает, я не могу. Меня лишь смущает момент того, что у него есть конкурент среди бесплатных машин, ну как условно бесплатных, ее надо прокачать и заработать серебра на нее, но все же это не донатить в игру на голду и не собирать голду по крупицам, чтобы потратить на обычную проходную тачку, которая просто по-другому выглядит. Не могу сказать, что это хорошие результаты для М60, 1700 единиц нанесенного урона и безусловно я далеко не лучший игрок в данном бою, я в любом случае с удовольствием похвалю наших союзников, они сделали все что могли, они старались, да и я честно говоря старался, просто бой так сложился и отыграть более качественно у меня лично не получилось. В отношении прокрута рулетки безусловно решайте сами, но подумайте над тем надо ли оно вам. А мне прилетает ребят подарочек, за что я безумно благодарен просто Сане, Санек привет тебе огромный, посибочки, ну и соответственно в следующем видео смотрим открытие подарка, а пока я перемещаю его в хранилище. Спасибо вам большое за то, что посмотрели данное видео, а еще больше благодарен буду вам, если вы подписались или подпишетесь на канал и поставите этому видео лайк. Жду ваших комментариев, пошел снимать следующее видео специально для вас, мира вам друзья мои и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.